реальность бывает разной бывает такая которую придумали люди потому что им так удобней бывает что ее навязали а бывает реальность виртуальная именно такая реальность была в основе одного из убежищ но обо всем по порядку начнем мы с того что вход в убежище находится не после стандартного подземного тоннеля но в секретном помещении дверь в которой расположена в гараже кейси смита внутри если дернуть за ручку рубильника на стене откроется проход в это секретное помещение кроме того на территории гаража и в помещении после секретной двери было несколько кратокрысов но им же хуже спустившись вниз и пройдя пару коридоров мы наконец доходим до главной двери убежище 112 и судя по тому что можно здесь увидеть нестандартный способ входа пошел на пользу везде чисто и нет валяющегося под ногами мусора пройдя дальше нас встретит не агрессивный рабомозг и скажет что мы опоздали на 202 целых три десятых года но как писалось в одной книге знатоки мира никогда не опаздывают и не приходят слишком рано они появляются именно тогда когда это необходимо после этого рабомозг выдаст нам комбинезон убежище и предложит занять свободный шезлон мы конечно же это сделаем но сначала осмотримся первая мысль которая приходит в голову это то что именно рабомозги поддерживают работоспособность этого места ведь вокруг нет ни души на одном этаже убежище находится медицинское помещение с рентгеновскими снимками на стенах столами и стульями это убежище явно предназначалось для проживания людей или же их проверяли перед тем как погрузить в виртуальную реальность с другой стороны большого зала находится кабинет смотрителя куда пока что не попасть также дальше по коридору есть один из нескольких спусков вниз спустившись мы выходим на один уровень с шезлонгами этакими капсулами виртуальной реальности которые могут поддерживать жизнь находящегося в них человека очень очень долго но пока что нас интересует не они а запертая дверь на этом же уровне на столах комнаты находятся стимуляторы радыкс медыкс гранаты винтовки и патроны к ним то что доктор прописал для выживания в постапокалиптической пустоши кроме прочего добра здесь лежит и пароль в комнату смотрителя если честно я не имею ни малейшего понятия как это объяснить но дареному коню взяв этот ключ мы можем зайти в комнату смотрителя за дверью живой смотритель и судя по тому что видно на его мониторах он в виртуальной реальности что ж пора и нам туда кстати интересно то что все люди в капсулах облысели и почему ну да ладно как советовал любезный рабомозг надеваем комбинезон убежище и погружаемся в виртуальный мир и мы ребенок лет семи восьми как только мы это осознаем один из местных советует нам поговорить с бетти похоже это бетти наслаждается страданиями других и поэтому желает чтобы мы довели другого ребенка до слез я против насилия над детьми но это же не настоящий мир верно в процессе поиска ребенка жертвы с нами заговорить старуха дизерс оказывается она знает что мир этот вымышленный что он всего лишь симуляция управляет этой симуляции некий станислас брон и он не хочет чтобы она останавливалась кроме того бетти и есть брон и он создатель всей этой виртуальной реальности в реальном мире значит вот так развлекается гениальный ученый сумевший найти способ продлить жизнь человеку как минимум на 200 лет да еще и с сохранением активности мозга издеваясь над детьми да уж также мы узнаем о скрытом терминале аварийного отключения который находится в заброшенном доме напоследок старуха дизер спросит нас найти терминал и отключить симуляцию и как всегда здесь есть выбор с одной стороны потакание желанием старого мерзавца с другой по идее у него вся власть если пойти ему наперекор то последствия могут быть не самыми приятными к тому же этот брон пообещал дать нам ответы но к черту ответы в пустоши нам встречались угрозы похуже чахлого старика который 200 лет не разминал кости за дверью заброшенного дома нас встретит бардак и мусор на полу кроме мусора здесь также есть предметы при прикосновении которым раздается мелодия определенной ноты если у вас есть музыкальный слух то вы можете нажимать на эти предметы соответствии с мелодией которая постоянно играет в этом месте мне же медведь на ухо наступил так что я воспользуюсь методом проб и ошибок и наконец-то терминал всего в терминале 5 опций доступа к программе китайское вторжение доступ к управлению версиями и 3 записи доктора брона пожалуй начнем с записи этого доктора запись доктора брона лагуна тукан я наконец осознал что модель лагуны тукан и сжила себя я устал от палящего солнца и мирно ударяющих о берег волн мне больше не доставляет удовольствие наблюдать как симпсон мучиться цинги или слушать крики на избаума пожираемого акулой мака мне попросту скучно пора вновь сменить сцену я тысячу лет не катался на лыжах запись доктора брона горная шелли вчера дизерс поскользнулась на обледеневших ступеньках шелли пытаясь сохранить равновесие она умудрилась взлететь и упала прямиком на кованую железную изгореть это было впечатляющее зрелище и все произошло совершенно случайно существует ли что нибудь более величественное чем погрянец на свежевыпавшим снегу увидев это я чуть было не передумал менять декорации но чуть не считается 23 года достаточно длинный отпуск швейцарских альпах мне хочется чего-то более привычного запись доктора брона тринквилити лэйн и я удивляюсь себе я нахожу тринквилити лэйн что значит спокойная аллея успокаивающий хотя это определенно америка она напоминает мне кронах город моего детства в этой модели заложена очаровательная ирония здесь резиденты чувствуют себя во всех смыслах дома и в безопасности когда я забавляюсь с ними постаральные иллюзии у них внезапно рассеиваются что придает дополнительную прелесть моим потехам я думаю что мы останемся в тринквилити лэйн надолго действительно надолго останемся в тринквилити лэйн надолго это мы еще посмотрим продолжим изучать терминал и в пункте доступ к управлению версиями находим два подпункта показать текущие параметры и показать заметки о предыдущих версиях это просто логи из которых следует что были удалены записи о предыдущих симуляциях а у простых пользователей отобрали доступ к памяти и следовательно возможность менять реальность безнаказанность дарует бесправие да доктор самым же интересным пунктом является доступ к программе китайское вторжение в котором помимо самого запуска вторжения китайцев есть крайне важные записи доктора сведения об отказоустойчивой программе доктора брон здесь находится измененный код для программы военной подготовки которые вы заинтересовались я не вполне понял для чего она вам нужна и вновь повторю что эта программа никогда не предназначалась для использования с гражданским населением откровенно говоря я не думаю что вы сможете запустить ее на доступных вам системах однако если вы сможете выполнить эту программу с отключением отказоустойчивости как требовали ваши тестовые субъекты в реальном мире умрут если будут убиты в имитации об этом и говорить не стоит официально вы получили от меня отказ генерал константин чейс запись доктора брона отказоустойчивость бывают дни когда я подумываю наконец выдернуть вилку из розетки и покончить как с этой имитацией таки со своей жизнью именно по этой причине все-таки потребовал установить программу китайского вторжения генерала чейза переведя в неактивное состояние протоколы безопасности я добился того что всякий субъект в убежище 112 умрет в физическом смысле если при вторжении будут убиты их виртуальное воплощение смерть в реальном мире конец моделирования идеальная отказоустойчивость по крайней мере так бы и было если бы не мой собственный недочет когда была запущена первая имитация я узнал что вторичные средства безопасности те что разработаны для военных и персонала волтек не дадут мне умереть в реальном мире и случае отказоустойчивой гибели моего аватара в конце мною будут убиты все субъекты но я останусь жив и я не должен был бы хотеть чего-то иного или так я думал это верно что отказоустойчивость не только напугала бы резидентов транквилити лейт но и принесла бы ему жуткие смерти но тогда что относительно меня я не могу вывести из строя средства собственной безопасности находясь внутри виртуального мира и всякие другие аватары что я смогу создать будут управляться программами искусственного интеллекта то есть они не будут реальными живыми думающими людьми что за радость мучить машину итак освобождение субъектов реального мира это больше чем они заслуживают и больше чем могу унести я они будут мертвы а я останусь в тринфилити лейн и буду один обречен на вечную скуку я не могу подумать ни о чем более неприемлемым что за радость мучить машину из этого вытекает что этот сложно назвать его человеком изначально планировал эти издевательства и придумал запасной план если ему наскучит пожалуй все это стоит форматировать а после взорвать но постойте-ка как там было в записях я не могу подумать ни о чем более неприемлемым чем быть обреченным на вечную скуку но встает моральная дилемма убийство из милосердия необходимо а если при этом существо ответственное за это будет наказано самым ужасным по его мнению способом а что если есть другой выход и все же всех можно спасти допустим мы заставим доктора отключить симуляцию и всех выпустить но что тогда люди которые за все эти годы не сдвигались ни на сантиметр прекрасно приспособиться к суровой жизни в пустоши или их тела которые физически не рассчитаны на такую продолжительные жизни чудесным образом откажутся от систем жизни обеспечения или же люди придут в ужас от того что с ними произошло и вполне вероятно сойдут с ума а тем кто примет свою судьбу останется только одно быть вечными узниками этих технологических кресел чисто по-человечески с этим нужно покончить пока большинство в неведении о том что здесь происходит и единственным разумным выходом будет запуск программы вторжение китайских войск а Играет музыка. Перед уходом нужно убедиться, что план действительно сработал, и эти несчастные обрели покой. Да, так и есть. Показатели жизни не реагируются. А что до доктора Брона? Что ж, судя по тому, как справляются робомозги, ему уготован персональный ад на долгие столетия. Технологии — это спасение и двигатель прогресса человечества. Без них, наверное, невозможно представить современный мир. И начиная с первых каменных орудий пещерных людей и заканчивая той же виртуальной реальностью, эти инструменты делали жизнь человека проще. Но что может созидать? Может и разрушать. И сегодня мы узнали, как технология, которая должна была развеять скуку бесконечных лет ожидания в убежище, стала орудием для развлечения одного индивида и издевательства над другими. Но не узнали мы ответ лишь на один вопрос. Куда все пропали? Ведь в терминале, расположенном в цитадели Братства, сказано, что в убежище 112 должно быть 85 жителей. Мы же видели значительно меньше. Где же тогда остальные? Не добрались? Умерли или сумели сбежать? Увы, ответа нет. Но что думаете вы? Спасибо за просмотр. Отдельную благодарность хотел бы выразить тем, кто поддерживает нас на Patreon и через Donation Alerts. Их имена и ники вы видите перед собой. А на этом все. Чаю вам печенюшек и услышимся в следующий раз.